Всем привет! С вами Шуша Ник, автор блога usadvise.ru. Все про США. И сегодня, как я обещала в одном из своих видео, я покажу младшую школу, среднюю американскую младшую школу и расскажу о том, как происходит учеба в американской школе. И начну я, наверное, с небольшой экскурсии, покажу вам, как все здесь оборудовано и вообще, что здесь есть. И потом перейду непосредственно к учебе, к разнице между американской и украинской системой и так далее. Это обычная стандартная американская школа. Ну, это школа моего района, моего дистрикта. Называется Noble Elementary, младшая школа. Здесь младшая школа учатся дети с 5 лет и до 10. То есть с kindergarten, это как подготовительная группа в украинском садике, и до пятого класса включительно. Если брать по рейтингам, то эта школа чуть выше среднего, скажем так. Здесь рейтинги идут по штатам, то есть если брать школу из штата Калифорнии и брать как 1 балл, это самая-самая плохая школа, а 10 баллов это самая хорошая, то эта школа будет где-то на восьмерку. То есть это школа выше среднего, но в то же время не самая-самая лучшая. Давайте я вам сделаю небольшую экскурсию. В этих школах, в этом дистрикте нет школьных автобусов. Ну, видимо, потому что дети маленькие еще. И родители привозят детей на машине. Вот видите, вот эта вот улица такая, круг. Утром здесь одна за другой едут машины. Вот здесь вот стоит дежурный учитель, где я стою. И тут стоят дежурные ученики. То есть машины подъезжают, останавливаются, ученики открывают дверь, ребенок выходит из машины и родители уезжают дальше. То есть вот так вот конвейером утром приезжают в школу. Кстати, учеба здесь начинается в 8-10 утра. Около 8 нужно быть в школе, где-то 8-8.05. И в 8-10 уже звенит звонок. Пойдемте, я вам покажу дальше, что в этой школе есть. Это офис школы, это административное здание, в котором сидит секретарь, в котором сидит директор. И дети, если им что-то надо, они приходят в это здание и решают свои вопросы, и родители тоже. Кстати, как видите, школа здесь, она как бы находится на улице. То есть тут нету коридоров школьных, ну, как мы привыкли в Украине, например. Ну, видимо, из-за климата это связано. Здесь все находится на улице. Видите, туалеты на улице, классы на улице. В общем, как видите, это просто такие домики, в которых находятся классы, в которых учатся дети. Вот здесь вот находится столовая. Дети едят обычно на улице. Видите, там есть столы, стулья. Если тепло и нет дождя, они едят на улице, а когда холодно, они едят вот в этом вот здании. Более подробно про еду я расскажу дальше. Ну, а вот здесь вот дальше вы видите тоже находятся классы, вон там площадки, на которых дети играют. И думаю, я вам расскажу сейчас, как проходит вообще дальше. Давайте я вам расскажу, что происходит дальше. Ребенок приезжает в школу, он приходит, допустим, это его класс. Он оставляет вещи возле своего класса и идет играть. Играют дети на площадках, вот я вам потом покажу. Там есть там разные, как бы, спортивные игры. Там можно играть в футбол, можно играть в баскетбол, можно играть в какие-то там расчерченные классики, я не знаю, какие-то four squares, это какая-то американская игра с мячом. Там есть качели, ну, это совсем, наверное, для маленьких детей. И есть разные площадки. В общем, если ребенок, например, в 8 утра пришел в школу, он играет где-то до 8-10. В 8-10 звенит звонок. И этот звонок означает, что все дети должны остановиться и замереть. Вот в каком они, в какой позе они были, они должны так замереть. После этого учитель свистит свисток, и все дети становятся в ряд. Тоже интересно то, что они не парами становятся, как у нас в школах, а в ряд, то есть один за другим. И учитель ведет их в класс. И в 8-10 начинаются уроки. А это место, где они поднимают флаг. Видимо, на какие-то праздники. И тут, видимо, они собираются. В этой школе также есть огород, в котором выращивают там овощи, фрукты и так далее. Не знаю, используют ли они эти продукты потом, или что они, или это просто чисто в учебных целях. Они сюда приводят детей, там показывают им, как что-то там растет. Показывают, как ухаживать за овощами и фруктами. Итак, давайте я вначале расскажу о том, как принимают ребенка в школу. Ну, я рассказывала чисто с документальной точки зрения. У меня было видео о приеме детей в школу, что нужно, какие документы. Кроме всего прочего, чтобы приняли в школу, нужно подписать контракт. И подписывают его не только родители, но и ребенок сам. В контракте там прописано правило, что запрещено, какую одежду можно одевать. Кстати, здесь нет школьной формы, но есть определенные правила одежды. Например, нельзя короткие юбки, короткие шорты, нельзя шлепки, босоножки с открытым носом. В общем, нельзя открытые майки. В общем, там есть список определенной одежды, которую нельзя одевать. Ну, а так вообще можно одевать все. Там футболки, джинсы, кроссовки, ради бога, можно одевать. Кроме этого, в этом контракте прописано, что запрещено, что, например, нельзя драться, нельзя оскорблять по расовому, национальному, социальному признаку и так далее. В общем, какие нарушения нельзя делать. И что за это бывает? Если это нарушение делается, то, например, там исключают из школы, или собирают собрания, обсуждают это и так далее. И они говорят, когда ты приходишь записывать ребенка в школу, что родитель должен прочитать с ребенком весь этот контракт, изучить, ребенку объяснить, и ребенок тоже подписывает этот контракт. Да, я сказала о том, что здесь младшая школа, начиная с 5 лет, думаю, еще раз нужно сказать о том, что до 5 лет садики платные. Здесь нет бесплатных садиков до 5 лет, но с 5 лет уже ребенок может пойти в младшую школу. Здесь это называется kindergarten, то есть подготовительный класс. С 5 лет можно бесплатно уже ходить в садик. Дальше, думаю, интересно будет рассказать о том, как тут структурированы занятия. Здесь уроки не по 45 минут, как у нас, и даже не по час 20, как у нас в университетах. Здесь вообще очень какая-то странная интересная система. Первый урок здесь длится 2 часа 20 минут. И он обычно делится на 2 урока, то есть там, ну, без перемены между ними. То есть, например, будет там математика и английский. После этого перемена 15 минут, и следующий урок длится час. И после него перемена, большая перемена 50 минут, в течение которой обед, и в течение которой и перемена тоже. И после этого третий урок, который длится полтора часа. В этой школе есть короткий день, когда всего лишь 2 урока, то есть учеба заканчивается в час 15, а когда 3 урока, во все остальные дни учеба заканчивается в 2.30. Также забыла сказать еще один организационный вопрос, что здесь запрещено в школу приносить мобильные телефоны. Если детям нужно позвонить, например, родителям, или родителям нужно до детей дозвониться, тогда ребенок идет в офис, который я вам показывала ранее, или родитель звонит в офис, и там уже они зовут ребенка. То есть мобильные телефоны здесь запрещены, в школу их приносить нельзя. Также, думаю, многим интересно будет узнать о том, есть ли здесь продленка. Здесь нет бесплатной продленки, здесь есть платная продленка. Честно говоря, не знаю, сколько она стоит. Можно ребенка, по-моему, оставлять до 4 вечера. Также по 2 или 3 дням в неделю можно ребенка оставлять, по-моему, до 3 или до полчетвертого, если я не ошибаюсь, чтобы он просто сидел в классе и делал домашние задания. Но это только пару дней в неделю. А если вы хотите, чтобы ваш ребенок до вечера оставался в школе, то ежедневно, то значит надо платить за продленку. Теперь расскажу немного про саму учебу. Какие здесь у детей преподаются предметы? Поскольку это младшая школа, здесь не так много предметов еще. Здесь 5 класс все еще считается младшая школа, в отличие от Украины, когда в 5 класс уже начинаются кабинетные системы и разные предметы. Значит, здесь есть математика, чтение, письмо, physical education, это как наша физкультура, музыка и история, история США. Значит, чем отличается немного система? Тем, что письмо здесь... Ну, у нас, насколько помню, письмо это был там 1-2 класс, когда детей учили писать правильно и после этого уже письма не было. Здесь письмо есть, включая по 11 класс, writing называется предмет, где они учат детей писать сочинения, писать эссе, правильно структурировать это все. В Америке делается очень большой акцент на написании текстов. И, наверное, те, кто поступают в американские университеты, обращали внимание, что здесь обязательно нужно писать эссе. И в университетах там очень много письменных заданий, когда нужно что-то писать и нужно уметь знать, как это делать. Поэтому они делают большой акцент на это все. Также нужно сказать, что здесь, по крайней мере, в этой школе нет предмета труд, нет предмета рисования и нет иностранных языков. Я спрашивала вообще у родителей разных детей, мне кто-то говорил, что в других школах бывает иностранный язык, бывает рисование. Но, как вы видите, это не какой-то обязательный фактор, который обязан быть в школе. Поэтому это тоже будет зависеть от школы. Также важный момент, и я думаю, еще раз, в очередной раз я повторю эту вещь, которую я очень часто говорю, когда меня спрашивают про образование в американских школах, о том, что здесь невозможно сказать хорошее образование или плохое, потому что все очень зависит, тут нет образования, программы образования страны федеральной, такого нету. Здесь у каждого штата своя программа и у каждого дистрикта, в зависимости от того, насколько он хороший или плохой, своя программа. И дети в этой школе, они учатся по учебникам, по калифорнийским учебникам. То есть здесь не один и тот же учебник по всей стране, как в Украине, а у каждого штата разные учебники. То есть дети тут учатся, например, History of USA, Калифорния, Math, Калифорния. То есть здесь отдельные учебники, не такие, как в других штатах. Программа, наверное, особенно в младших классах, наверное, она более или менее одинаковая, но тем не менее, учебники разные, и там могут варьироваться какие-то вещи. Также здесь делают очень большой акцент на чтение. Раз в неделю детей вводят в библиотеку, они должны взять книжку, они должны ее прочитать за неделю. Ну или если это большая книжка, там им дается больше времени, и они должны сдать тест по этой книжке. Тут в компьютерах, в каждом классе есть несколько компьютеров, на которых дети сдают тесты. Там есть, в общем-то, задания по всем книжкам, которые есть в местных библиотеках, в школьных библиотеках, в публичных библиотеках. И ребенок после того, как читает книжку, он логинится в эту систему, отвечает на вопросы по этой книжке, на тест, и если он ответил на 80% и больше, тогда ему засчитывается, что он прочитал эту книжку, и ему добавляются какие-то поинты. В этой школе, когда добавляются 10 поинтов, ну, каждые 10 поинтов дается сертификат, ну, и как бы дети там поздравляют друг друга и так далее. В конечном итоге там у них есть доска почета, на которую вывешиваются те, кто набрал больше всего поинтов и так далее. То есть здесь делается большой акцент на том, чтобы дети читали, и на это обращается внимание. Также, думаю, можно сказать, нужно сказать о том, как здесь проходят уроки по музыке. Во-первых, в этой школе музыка платная. То есть, чтобы брать уроки по музыке, нужно заплатить 120 долларов в год. По-моему, это не обязательно. То есть, если у вас маленький доход, вы можете подойти в школу, объяснить свою ситуацию и сказать, что вы не можете платить, и тогда ничего вам никто не скажет. Но дали бумажку, в общем, что нужно заплатить, the nation в этот Berias School District. И музыка здесь, ну, на уроках музыки их учат играть на музыкальных инструментах. И в этой школе это духовые инструменты и струнные. То есть их учат играть там, ну, из струнных там скрипка, эланчель, альт из духовых. Не знаю, честно говоря, что у них. Ну, в общем, детей учат играть на музыкальных инструментах. В этом заключаются уроки музыки в этой школе. Ну, и вообще, по-моему, в большинстве американских школ, потому что, судя по рассказам студентов и детей, и школьников, то в школах, в общем-то, музыка и заключается в том, что учат играть на каком-то музыкальном инструменте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...